Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок! Сегодня будем пить домашний хлеб с овсянкой. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим! Берём 130 грамм овсянки быстрого приготовления. У меня получилась почти целая чашка. Выкладываем в ёмкость. Добавляем 300 мл тёплой воды. Перемешиваем хорошо. И так оставляем примерно минут на 30. Тем временем берём другую большую ёмкость. Выливаем в неё 200 мл ели тёплой воды, примерно градусов 40. Добавляем чайную ложку сахара. 8 грамм сухих дрожжей. 2 столовые ложки муки из общего количества. И перемешиваем. Если у вас осталось пару комочков, то ничего страшного, они все потом разойдутся. Теперь накрываем. И так оставляем примерно минут на 20. У меня уже время прошло, опара немного запузырилась. Теперь добавляю сюда чайную ложку соли. 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Замоченную овсянку. Вот посмотрите, видите, какая она у меня стала. И всё это хорошо перемешиваю. Далее понемногу подсыпаем муку. Её желательно просеять. И замешиваем мягкое, приятное тесто. Сначала ложкой, ну а затем уже руками. Вот посмотрите, примерно вот такое тесто у вас должно получиться. На данный момент у меня сюда ушло 550 грамм муки. Теперь я возвращаю его в ёмкость. Накрываю. Также можно затянуть пищевой плёнкой. И отправляю в тёплое место для поднятия примерно на полтора часа. Ваше тесто идеально подойдёт, если вот эту ёмкость с тестом поставить в таз с горячей водой, либо в духовку с включенной лампочкой. Вот так отлично поднялось у меня тесто. Теперь выкладываю его на рабочую поверхность, припыленную мукой. Далее месим тесто примерно минут 10, понемногу подсыпая муку, если нужно. Мукой тесто не забивайте, оно у вас должно быть такое, средней плотности. Теперь я его разделю на две части. Слегка так каждую часть обминаю и формирую в шар. Вот примерно вот так должно получиться. Для выпекания я буду использовать вот такие формы, их диаметр 19 см. Но вы можете использовать любые формы, которые у вас есть, либо придать хлебу любую форму, которая вам нравится. Это может быть батон, булочки, круглый хлеб. В общем, так, как вам хочется. Эту форму я хорошо смазала растительным маслом и выкладываю сюда тесто. Со вторым кусочком я поступаю точно так же. Сформированные изделия накрываем тканью чистой и так оставляем примерно минут на 35. За это время нужно разогреть духовку до 180 градусов. Сверху хлеб смазываем обычным теплым молоком, хотя это совсем не обязательно, уже по желанию. Берем острый тонкий нож и делаем по такому небольшому легкому надрезу. Все аккуратно переносим в духовку и печем примерно минут 35-40. Но там уже смотрите по своей духовке. Хлеб готов. Я его сейчас оставлю минут на 20, затем вытащу из форм и уже на решетке оставлю полностью остывать. Ну и, конечно, покажу вам, какой же хлеб в середине. Вот, посмотрите, он пористый, воздушный и по-настоящему домашний. Попробуйте испечь и вы. Ну и, конечно же, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!